После окончания Второй мировой войны в советских городах проживали миллионы инвалидов, получивших тяжелые ранения в результате ведения боевых действий. За время войны около 10 миллионов советских граждан вернулись с фронта с различными формами инвалидности. Из них 3 147 тысяч одноруких, 3 255 тысяч одноногих, 1 121 тысяча безногих, 419 тысяч с частично оторванными руками и ногами, 775 тысяч с ранениями в область головы, 155 тысяч с одним глазом, 54 тысячи ослепших и 85 940 так называемых самоваров безруких и безногих. Занимался ли Советский Союз реабилитацией и социализацией людей, потерявших свое здоровье, защищая родину? На бумаге – да, но в реальной жизни положение инвалидов в СССР мало чем отличалось от положения психически больных или заключенных. В первые годы на улицах послевоенного СССР часто можно было встретить инвалидов на каталках. Это были простые доски на четырех колесах из подшипников. Безногие инвалиды ездили на них, отталкиваясь от дороги деревяшками. Таких инвалидов в народе называли самокатами. Об инвалидных колясках для всех нуждающихся не было и речи. Производство удобных инвалидных колясок в СССР так и не наладили. Множество ресурсов страны тратилось на восстановление разрушенных городов и на различные научные программы, в том числе и на освоение космоса. На инвалидов денег не было. Стандарты советского жилья не предусматривали быт человека на инвалидной коляске. Никаких пандусов в подъездах или на улицах, в поликлиниках и других госучреждениях не было. А поездка инвалида в другой город на поезде или автобусе требовала физической помощи нескольких взрослых людей. Чувствуя безразличие со стороны государства, обросшие и часто пьяные ветераны с медалями и орденами на грязной гимнастерке и недельной щетиной на лице заполонили улицы городов и часто занимались попрошайничеством, так как пенсии по инвалидности на жизнь не хватало. Такая картина, по мнению советской власти, портила внешний вид городов и имидж всей страны, а также портила радостную жизнь строителей коммунизма. И в конце 40-х советская власть начала избавляться от инвалидов Второй мировой войны, насильно перевозя их в специализированные санатории. Граждане, ставшие постояльцами этих учреждений, были фактически выведены из правовой системы. Инструкция о внутреннем распорядке домов инвалидов запрещала им иметь собственных детей. В случае рождения ребенка его насильно отбирали у матери и отдавали на попечение государства. Поэтому при близком знакомстве инвалидов противоположного пола их расселяли по разным этажам или корпусам. Также инструкция предусматривала помещение психически здоровых инвалидов вместе с душевнобольными. В палатах зачастую проживало по 15-20 человек. Уход плохой, холодно как в подвале, кормят плохо. Если дают селедку, то вонючую. Если яйца, то тухлые. Каша пшеничная, соленая и без масла, от такой пищи воротит. Инвалиды вешаются или топятся. Речка рядом. Рассказывал один из постояльцев санатория для инвалидов. Права переписки у инвалидов, находящихся в таких санаториях, также не было. Чтобы информация об условиях их содержания не выходила за пределы учреждения. Инвалидам платили пенсии, которые всегда были ниже средней зарплаты и не позволяли прожить самостоятельно. Мне в совбезе помощь дали, сухарей мешок прислали. Теперь голову ломать, где вставную челюсть взять. Мрачно шутили советские инвалиды о помощи от государства. Первая волна по ссылке инвалидов в СССР была в 1948 году, к 70-летию Сталина, по его личному приказу. Тогда инвалидов отлавливали и отправляли в спецприемники МВД, но только в крупных городах, Москве и Ленинграде. Прежде всего высылали рядовой и сержантский состав, а также тех, кто не был награжден высшими правительственными наградами. Вторая волна прокатилась по Советскому Союзу в 1953 году. Во время правления Хрущева инвалидов войны продолжали считать нищенствующим элементом. В феврале 1954 года министр внутренних дел СССР Круглов докладывал в президиум ЦК КПСС, что несмотря на принимаемые меры в крупных городах и промышленных центрах страны, все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство. За время действия указа президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1951 года о мерах борьбы с антиобщественными паразитическими элементами органами милиции задержано 446 925 нищих. Среди задержанных инвалиды войны и труда составили 70%. Еще в 1943-1944 годах местным властям в городах и селах были отправлены директивы о том, чтобы те отслеживали поведение людей, которые вернулись с войны инвалидами. Если они начинали вести антисоветскую пропаганду, а такое было повсеместно, то расправа не заставляла себя долго ждать. Многие из инвалидов в первые 2-3 года после войны к радости руководства СССР просто умерли от болезней или от холода. Но умерли далеко не все, а оставшиеся в живых начали требовать лечения и содержания. Эти винтики, как любил говорить Сталин, свое дело сделали, они уже больше не принесут пользы для строительства социализма, а лишь мешают. Такая жизнь инвалидов, конечно, была позором для страны-победительницы. Вот только куда их убрать, чтобы никто не видел? И поступило предложение спрятать их в дальних поселениях, в том числе на острове Ваолам и других монастырях, пустующих после изгнания из них большевиками монахов. И вот в 1950 году на островах Ваоламского архипелага в помещениях Ваоламского Спасопреображенского монастыря был организован Дом инвалидов войны, который просуществовал аж до 1984 года. Самый тяжелый контингент этого интерната составляли многочисленные, как их здесь цинично называли, самовары. Фронтовики, потерявшие и руки, и ноги. Почему самовары? Потому что при теле был только краник. При монастыре есть большой яблоневый сад. Этот сад – единственное развлечение и место прогулок для самоваров. Сюда привозили их на тележках и подвешивали в плетеных корзинах на толстые яблоневые ветви. Так они и висели здесь целый день, разговаривая друг с другом, ссорились и мирились, плакали и смеялись. Это герой СССР лейтенант Григорий Волошин. Он был летчиком и выжил, протаранив вражеский самолет. Выжил, лишился рук, ног, памяти, слуха и речи. Просуществовал неизвестным в Валаамском интернате 29 лет. Это разведчица Серафима Комиссарова. Сражалась в партизанском отряде в Белоруссии. Во время выполнения задания зимней ночью в Мерзлов болото, где ее нашли только утром и буквально вырубили изо льда. В результате обморожения лишилось ног. Все те красочные праздники и парады в СССР, на которых якобы показывалось уважение к ветеранам, очень сильно отличались от реального отношения к инвалидам войны. Людям, отдавшим свое здоровье за Советский Союз. Людям, которые в итоге Советским Союзом и были преданы.